Что необходимо сделать для формирования единого экономического пространства Большой Евразии? Насколько сегодня актуальна эта инициатива? Ответы на эти вопросы, а также решение проблем, которые сегодня являются препятствием для сотрудничества, обсудили на одной из ключевых сессий. Сегодня у России есть серьезные шансы стать соединяющим звеном между Европой и Азией. Ключевую роль в этом может сыграть Дальний Восток. По мнению экспертов, пространство от Лиссабона до Владивостока сегодня получает второе дыхание. Идеальной площадкой для обсуждения актуальной темы стал Второй Восточный экономический форум. Именно создание общественного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и Северопура лучший способ предотвращения конфронтации и обеспечения горбонистского развития. В диалоге приняли участие представители компаний из стран АТР и Европы, а также российского государства. Одним из основных стал вопрос о том, как укрепить партнерство в условиях геополитической нестабильности. И хоть повышенное внимание к Востоку, сегодня своего рода политический тренд, основным торговым партнером все же остается Евросоюз. Даже при условиях падения торгового оборота и снижения качества и количества экономических связей. Наш товар по торговому обороту с Евросоюзом был в 2013 году. Товарооборот достигал 436, по-моему, миллиардов долларов. Объем прямых инвестиций превышал 350 миллиардов долларов. Конечно же, к этому потенциалу мы быстро в настоящее время не подойдем. Подойдем ли вообще, зависит от целого ряда факторов. Первый заместитель Минэкономразвития России Алексей Лихачев в разговоре подчеркнул, без внятного политического сигнала на возврат к докризисным показателям рассчитывать нельзя. Свою заинтересованность в решении проблемы санкций многие западные партнеры подтвердили уже одним лишь присутствием на переговорах. Бизнес-санкции – это нужно определенное терпение. Надо терпеть и надо смотреть. Но зато этот проект за 4 года уже оккупили. Уже каждый год этот проект приносит. В разговоре о перспективах общего пространства между Европой и Азией прозвучал и вполне конкретный план действий, который бы поспособствовал формированию Большой Евразии. Например, один из предложенных в этой стратегии пунктов – неполитический. Например, это единое унифицирование юридических документов от Владивостока до Лиссабона. И то же, что очень помогает, я считаю, это безвизовый режим от Лиссабона до Владивостока. Среди проблем, на которые обратили внимание представители бизнеса Хабаровского, Приморского края и других регионов, сегодня выделяют усилившееся за последние несколько лет административное давление. Помогать бизнесу и в правовой, и в организационной сферах нацелен российский экспортный центр. Три направления, которые я хотел бы обозначить, в которых мы конкретно работаем. Первое – это создание реальных цепочек от логистической стены в пространстве, это, как мы называем это, для Садона до Владивостока, на этом интернационном пространстве. Второе – это формирование реальных логистических цепочек, потому что, к сожалению, здесь тоже больше пока мы говорим о каких-то потенциальных проектах, нежели о реальных. И третье – это все-таки новое, наверное, новомодное явление, о котором тоже достаточно подробно говорится, это создание электронного шелкового пути. Специалисты уверены, альтернативы такому амбициозному проекту, как создание единого экономического пространства «Большая Евразия», сегодня нет. И чтобы реализовать его, необходимо выходить и вести переговоры уже на новом политическом уровне. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.